Подозреваемый в убийстве у ночного клуба «Рокко» Анатолий Грудистов дал признательное показание, после чего суд избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу почти на два месяца. Тем временем в интернете неравнодушные собирают подписи под петиции о смягчении наказания. Возможно, его жизни что-то угрожало. Мы не знаем, что там второй нападающий делал, что у него было, чем он мог, насколько он был опасен и так далее. Поэтому я не знаю, насколько правомерно было применение оружия. Единственное, что выстрел в голову, в любом случае, это была ошибка защищающегося. То есть, если у него и была необходимость защищаться, нужно было все-таки стрелять так, чтобы не нанести смертельного поражения. Я думаю, для этого никаких смягчений не может быть. Если человек был убит, значит, он должен за это ответить. На суде адвокаты просили о домашнем аресте. Настаивали на том, что их подзащитный воспитывает маленького ребенка. Супруга находится в декрете. Кроме того, мужчина дал признательные показания и добровольно пришел к следователям. Тем не менее, суд отправил Грудистова в СИЗО. В законе сформулированы как общие, так и специальные основания, необходимые для избрания любой меры пресечения. Неважно, заключение по стражу, домашний арест, подписка о невыезде. В качестве общих оснований законом предусмотрено. Следователь должен обосновать наличие у него достаточных оснований, полагать, что обвиняемый, находясь на свободе, может Подписавшие петицию о смягчении меры пресечения оставляют комментарии в поддержку Грудистова. Большинство апеллируют к тому, что подозреваемый вступился за девушку, защищал ее от погибшего. Человек совершил мужской поступок, заступился за девушку. Ему угрожала опасность, поэтому пришлось воспользоваться оружием. Не каждый в наше время сможет заступиться за девушку. Анатолий молодец и вполне адекватный парень. Таким место на свободе. Я за смягчение Анатолию меры содержания до суда. Учитывая все обстоятельства и непреднамеренное убийство, я за домашний арест. Потому что этот хороший и добрый парень, который не побоялся заступиться за девушку, которую сбивали, и совершил преступление по неосторожности. А все остальные проходили мимо. Толя, мы с тобой. Не думаю, что есть какие-то основания, чтобы смягчить. А на каком? Ну, из-за чего? Ну, он виноват. Это его вина. Поэтому, не знаю. Не согласна. Пускай отвечает в свой поступок. Он потерял у родителей сына. Может, сын один. Прекрасный парень. Почему он должен в нашем мире связан быть только с кулаками, с пистолетами, с ножами? Пускай отвечает. Он знал, что делал. Это мое мнение. За несколько дней петицию подписали более трех тысяч человек. Впрочем, вероятность того, что суд учтет это при вынесении решения, крайне мала. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин